На этой неделе в селе Новокарцево состоялось большое духовное событие – освящение местного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Божественную литургию и чин великого освящения восстановленного храма совершил епископ Сергея Посадский и Дмитровский Фома. Покровский храм был построен в 1717 году на средство помещика Петра Толстого, известного российского дипломата XVIII века. В год революции храм был закрыт. В начале 20-х годов прошлого века церковное имущество экспроприировали. Помещение храма использовалось сначала как клуб, после – как склад минеральных удобрений. В 1998 году была официально зарегистрирована православная община храма. Начались восстановительные работы. Давно, уже два года, как спустя начинали освящать, вернее, как планировали, потом то пандемия, то война, то, 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 сё, то. Но, слава Богу, слава Богу, дождались этого хорошего момента, потому что всё хорошо. Божья благодать здесь поселяется после освящения, когда владыка молеет, и служба молебная здесь ведётся уже тогда, и служение, уже всё. Когда до этого, это ещё не освященный храм, вроде бы и молишь, но только ещё ждёшь благодати Божией. А когда осветили его, то уже присутствие благодати Божией стопроцентная. Почти четверть века длились реставрационные работы по возрождению церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В 2002 году этот храм был передан в качестве подворья Спасов-Лахернскому монастырю, и в его восстановлении участвовали не только прихожане из соседних деревень, но и доброхоты из деделин. После божественной литургии и чина великого освящения восстановленного храма, верующие вместе с владыкой Фомой и духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачёвского благочений совершили крестный ход вокруг возрождённого Божьего дома.